Всем привет, вы на канале GameDop, это игрушка Defenders Quest, продолжаю я в её играть. Чем больше играть, тем игра мне всё больше нравится. Игра реально интересная для тех, кто любит жанр TD, Tower Defense, тем игрушка 100% понравится. Плюс, ради видео я начал читать вот эту сюжетную линию, по которой мы идём. И даже вот эта сюжетная линия, типа история игры, тоже интересная. Если бы я сам играл, я скорее всего, чтобы не читал бы это нифига. А так, для видео это я всё читаю, и это даже интересно. Хочется уже знать, чем закончится эта история. Так, в конце прошлого видео мы нашли карту выхода с Переисподней. Вот эта пещера, это типа Переисподня. И в этой карте было указано где выход. И вот следующая локация. Лёгкая, нормальная, сложная. Пойдём на сложную. Здесь броню дают, это хорошо. Так, нажимаем. Баба, разве ты не помнишь? Ты же... Последний кусок мозаики. Жертва простого пехотинца спасла мир. И в благодарность королевская семья пожаловала его потомкам почётную должность во дворце. И вот перед нами его последний потомок. Я? Последняя часть печати? Две другие части уже сломаны. Да, благодаря тебе. А сейчас я собираюсь исправить это недоразумение. Ты единственное, что стоишь у него на пути. Вот на что он способен со связанными руками. Вы даже не представляете, что может перезайти, когда он полностью освободится. Всё, что ему нужно, лишь одна капля твоей крови. Он? Ты про Этли Теноха? Ты так ничего и не поняла, не так ли? Мы имеем дело не с каким-то абстрактным источником силы. Он существо, разум, такой же реальный, как ты и я. И гораздо, гораздо более опасен. Мы, то есть я, выменял у него крупицу его силы в обмен на часть своей свободы. Он не сидит без дела в своей тюрьме. Он охотится за тобой. Даже сейчас его приспешники прочесывают пустоши в поисках твоей крови. Есть только один способ обезопаситься. Ты должна умереть. Безумие зачастую убедительно. Ты просто хочешь больше силы. Ты ослабил печать и теперь имеешь власть над мёртвыми. Теперь ты имеешь больше власти и хочешь сломать печать. Ты думаешь, это всё из-за меня? Какие нужны доказательства? Нет! Верь во что угодно. Но ты всё равно должна умереть. Чёрт! Я надеялся, что ты поймёшь. Нет! Я не позволю тебе убить ещё одного невинного. Я не позволю невинности связать мои руки, пока весь мир пылает. Загробники в атаку! Вот такая вот, на первый взгляд, не сложная карта. Так, здесь заморозку поставлю. И здесь заморозку. Ой, блин, блин, побежали уже, а я ещё не проставлял. Не успел всё пораставлять. Здесь хил. Здесь хил. Так, дальше думаем, что где поставим. Так, поначалу здесь поставлю 1 и 2 рицаря. Чтобы они отбрасывали. Даже можно ещё здесь поставить. И здесь какие-то алмазы мешают поставить. Ладно, здесь поставлю. Хил везде достаёт. Теперь берсы. Один сюда. Один сюда. 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 Луки, луки, луки. Так, тихо. Хил. Ага. Вот крайняя точка, куда я могу лука поставить. Два лука сюда. А вот этого я берса плохо поставил. Хил здесь. И этого берса не получается хилить. Уууу, это косяк. Ладно, лук. Лук. Берс. Берс. Ещё-ещё. Сюда лук. И сюда лук. И даже одного дракона поставим. Вот сюда. Так, смотрим территорию хила. Вот квадратик. В этом квадратике все наши башни стоят. Второй хил. Вот квадратик. Ещё есть 3 места, где можно кого-то поставить. По идее, вот эти первые чуваки, они невидимые. И чтобы их увидеть, нужно, чтобы у хила была вспышка прокачанная. Короче, хилу нужно второй левел прокачать. Так. А чтобы наши рыцари отбрасывали, им нужно второй левел прокачать. Так. Лукау вообще нужно качать по максимуму. Луки это имба. Так, сейчас всем прокачаю первый левел. Точнее, второй левел. И заморозки поставим. Второй левел, чтобы она замораживала получше. Так. Теперь нужно, наверное, одного лука докачать до максимума. До пятого левела. На пятом левеле появляется просто имбовый скилл. Вот очень классный скилл появляется на пятом левеле. Так. Ладно, теперь ещё прокачаем второй левел. И вот этому луку тоже прокачаем второй левел. Чтобы у него появился новый скилл. Так. Отлично, отлично. Всё. Собираем бабло и качаем, улучшаем лука. Говорят, скорость Х2. Скорость Х2. И... Собираем бабло. Неплохо, неплохо. А какую я сложность выбрал? Я хоть нелёгкую выбрал сложность. А то пока что легко. Хопа. Да пизделся. Ой. Извиняюсь, я не хотел мотюкаться. Договорился. Кто-то, кто-то прошёл. Молния. Давайте попытаемся ускорение использовать. О, ускорение тащит. Скорость атаки наших вышек повышается. И за счёт этого... Они успевают всех убивать. Так. Во. Лук четвёртого левела. Красавица. Красавица! Принцесса! Всех поубивает. У неё будет тупо радиус на всю локацию её. И последний скилл там вообще автомат такой. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Так, всё, улучшаем. Тупо она сама... Львиную часть всех противников просто затащит. Кого можно ещё улучшить? Наверное, ещё одного лука. Вот этого давайте улучшать лука. Так, 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 так. Ещё две волны. Вот вы купаете, типа такой... Такой типа залп с кучей стрел. Это последний скилл. Он очень классный. Так, у меня уже два лучника пятого левела. И думаю, всё. Дальше даже можно ничего не улучшать. Я не думаю, всё затащит. Луки... Молодцы. Здесь даже можно было выиграть с меньшим количеством башен. А то я слишком много пораставлял. Нам дали новую шмотку. Одеяние монаха-воина. Отлично. Давайте на кого-нибудь оденем. Это одеяние. Если это одеяние мага-воина, тогда мы оденем это нашему бокалу. Надеть. А его плащ на 22 брони я одену второму хилеру. Надеть. Что ж, это оказалось проще, чем я думала. Кстати, да, было легко как-то. Поверь мне, это только начало. Нам нельзя вступать в открытое противостояние. Особенно, когда Зелемир стоит во главе армии. Я знаю дорогу к отступлению через канализацию. Нам нужно уходить, пока враг не переигрупировался. Фу, канализация? Вы, ребята, может забыли. За время нахождения вне досягаемости благ цивилизации. Но, понимаете, штука в том, что сточная труба наполнена сточными водами. Отсюда и сходство слов. Глупо, я знаю. Но вы можете верить мне. Я библиотекарь. Я работаю со словами и дни напролет. С чем я не работаю на регулярной основе, так это с испорожнениями мертвых цивилизаций. И я была намерена продолжать в том же духе. Просто хотела донести до тех, кому интересно. А таких, похоже, нет. Все окей, баба. Мне интересно. Я согласна на все сто. Спасибо, баба. Приятно знать, что хоть кто-то прислушивается к моему мнению. Нам нужно приглядывать друг за другом. Похоже, мы здесь единственные здравомыслящие. Спасибо. Так приятно говорить. Хоть с кем-то. Э, кхм. О, привет, Маркас. Как давно ты тут стоишь? На протяжении почти всей беседы. О, я просто... Я бы... Я просто спрячусь в шкафу до конца жизни. Покеда. Всегда в окружении сумасшедших баб. За что? Почему я? В следующий раз просто скажу. Спасибо за спасение. Перед тем, как принести клятву вечной верности, хочу узнать. Ты ведь не сумасшедшая? Правда? Эй, перестань говорить сам собой, придурок. Так, походу мы уже подходим к концу этого подземелья. Это преисподний. Следующая миссия. Давайте погнали. Это, по идее, какие-то катакомбы, канализация. Вот такое, типа. Выбираем сложную сложность. Начать. Дорога к отступлению пролегает через канализацию? Кто, блин, проектировал этот город? Туннели ведут к шахтам. Оттуда мы можем? Вы действительно думали, что я вас не найду? Вы не единственные, кому известны тайны этого города. И вы должны понимать, что я не остановлюсь ни перед чем, чтобы защитить наш народ. Как тогда, когда вы пролили свою кровь, принц? Мы были на грани истребления. Империя Куэйт не брала пленных. Ты уже забыл опустошение восточных землях? Я стоял по колено в крови своего народа, нашего народа, и поклялся, что сделаю все возможное для спасения королевства Эшей. И этой клятве я до сих пор верен. И что дальше? Допустим, ты убьешь девчонку. И если Чума действительно дело рук какого-то темного разума, что случится, когда ты уничтожишь единственный шанс на освобождение? Что будет, когда он придет в отчаяние? План уже приведен в действие всему свое время. Но сперва она должна быть устранена. Сложности будут, наверное, вот здесь. Ээээ... Здесь мы не сможем ничего построить. Потому я начинаю с хила. Хил сюда. Потом рыцари. Один сюда. Второй сюда. Третий сюда. Даже, даже одну заморозку вот сюда поставлю. Сюда берса поставлю. Сюда тоже берса. И сюда берса. Потом второго хила я поставлю здесь. Один лук сюда, второй сюда, третий сюда, сюда. И поставлю одного дракона вот сюда. Все, запускаем. Сначала улучшу берса. То есть берса рыцаря до второго левела, чтобы у него отбрасывалка была. Потом берса улучшим. И теперь буду... О, дракона раз улучшу. И теперь буду лука улучшать. Вот, этого одного лука улучшу до пятого левела. Я буду довольный. Скорость х2. И наблюдаем. Надеюсь, что у меня все прекрасно получится. Так, на улучшение до пятого левела нужно 350 энергии пси. Так, о, сейчас, 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 все. Лук улучшен. Так, заморозку сейчас улучшен. Давай, давай. Это, по идее, бронированные чуваки идут. У них много хп. Эти чуваки вообще по воде умеют ходить. Ой, лук, конечно, вообще красавчик. Пробивает очень четко все. Сейчас лишь бы снизу не прошли. Вся надежда на рицарей и на берса. Давайте, наверное, еще одного лука улучшать. До максимального левела. Луки, это наше все. Ой, пузатые поползли. Блин, не люблю я пузатых. Их, по идее, нужно молнией бить. Так, все, у меня уже есть два лука. Два лука пятого левела, обалдеть. Сейчас даже, возможно, вот дракона улучшить. И лучше берса поулучшать. Сейчас, возможно, одного берса сделаю. Пятого левела. Идут, идут. Луки, конечно, бритва. По-другому лука не назвать. Тогда давайте еще одного лука делать. Спасибо лукам. Противники даже до наших милишников даже почти не подходят. Три лука обалденно будут справляться с своей задачей. Вот это он строчит. Обалдеть. Опять пузатые поползли со всех щелей. Так, вот здесь я по-любому буду молнией бить. Так, сейчас могут пройти, блин. Понятно. Понятно. Так. Лук. Рыцарь. Напряжение пошло. Напряжение, напряжение пошло. Все, отлично, отлично. Тупо луки затащили. Всю катку. Мы отбросили их назад. Надо уходить. Зелемир! Он сделал выбор, который счел необходимым. Он умрет за это. Вренна, сейчас не время для смерти. Это не смерть. Это правосудие. Это честь. Я не могу оставить просто так подобное преступление против империи. Я не могу встать перед великим пламенем без крови Зелемира. Жизни миллионов оплаканы из-за его. Прибереги правосудие на будущее. Сейчас нам нужно выбраться, пока есть время. Леди! Что? Мы почти окружены врагами. Я не знаю, пригодится ли. Но это может помочь. Мудрейший из встретившихся мне воин сказал однажды, бей не силой своих рук, а силой духа. Так, слив разуми тела воедино. Отбрось врага от себя. Прошли годы, прежде чем я понял. Я думаю, он... Погоди, сила духа. Отбрось врага от себя. Я поняла. Ух ты! Мне на это потребовалось три года. Не стану скрывать, я сейчас вас слегка ненавижу. Нам дали новый скил. Отбрасывает врага на две клетки к началу лабиринта. Так, вот, ребята, мы подошли до конца нашего подземелья. Это уже выход. И на выход мы пойдем уже в следующем видео. А на этом, ребята, все. Всем спасибо за внимание. Всем пока! Па-па! Субтитры сделал DimaTorzok